Количество свадьб в Ульяновске только за неделю выросло более чем в два раза. Сотрудники ЗАГС связывают это с объявленной частичной мобилизацией. Призывников здесь обещают поженить в течение одного дня. Убедился Дмитрий Емельянов. Елена и Андрей познакомились, как это сейчас часто бывает в социальных сетях. Встретились два года назад, 25 сентября. Он узнал, что ей не здоровится, решил вылечить простуду. Я, как говорится, зашел в магазины, все необходимое для нее купил, чтобы она поправлялась. И пришел к ней на работу все со всем этим. И потом мы уже после работы вместе пошли погулять. Сегодня на Андрея белая рубашка и черные брюки. Гражданская одежда только на время. Он уже получил военную форму. Из учебного центра отпустили, чтобы зарегистрировать брак. Елена будет ждать своего защитника сколько потребуется. Как и мне, так и ему будет в одинаковой степени тяжело. И родителям, так же моим, так же его маме. Но мы будем держаться вместе и будем ждать его. Для мобилизованных граждан упрощенный порядок регистрации брака. Пары идут одна за другой. В ЗАГСах фиксируют всплеск молодоженов. Я торжественно объявляю вас законными супругами, мужем и женой. С 22 сентября по 29 сентября в Ульяновской области зарегистрировано 379 браков. Это нетипично для конца сентября. То есть в это время у нас как-то обычно меньше браков, чем в летний период. А здесь мы практически приблизились к пиковым значениям июля месяца. То есть такого самого популярного месяца для заключения брака. Конечно, это связано с объявленной мобилизацией. Срочно регистрируют брак не только молодые люди, но и те, кто прожил вместе по несколько десятков лет без оформления отношений. Все семьи, как только что созданные, так и с солидным стажем, в которых есть призванные вооруженные силы супруг, под персональную опеку берут органы соцзащиты. Мы держим это на строгом контроле, ведем буквально с военкома каждый день личный прием. И все обращения, которые есть, соответственно, мы на них оперативно реагируем и стараемся сразу принять решение. Елена и Андрей после выхода из ЗАГСа отправились в ювелирный салон за кольцами. Дмитрий Емельянов, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.